Сегодня прошло внеочередное заседание городской думы Саратова. Мероприятие впервые посетил депутат-спортсмен Артем Чеботарев. Однако звездой собрания стал депутат от партии ЛДПР Антон Ищенко, в очередной раз выразивший свои сомнения в законности уже проведенных ремонтных работ на улице Волжской. Почему работы уже идут, а деньги на них еще не выделены? Подрядчик уже известен, а деньги он не получил. Конкурс не прошел, генеральный план не изменен, публичные слушания не проведены. Какие-то общественные организации собрали четыре подписи и считают, что они могут заменить собой требования бюджетного кодекса и градостроительного кодекса. Поэтому, как мне кажется, вопрос чрезвычайно важен. И никакие это не технические вопросы. Если мы так и в дальнейшем будем находить способы обхода требований федерального закона, то, к сожалению, наша работа будет превращена просто в абсолютно бестолковое занятие. И заниматься этой работой должны уже быть не депутаты городской думы, а прокуратура и суд. Именно поэтому сегодня я считаю, что мы чрезвычайно скрупулезно должны подойти к этому вопросу, чтобы таких ошибок в будущем не происходило. Помимо прочего, Ищенко возмутила и спилка деревьев на Волжской. В ответ на это глава администрации города Валерий Сараев пригласил депутатов высадить деревья на предстоящем субботнике. А депутат Олег Комаров и вовсе призвался сосредоточиться на положительных аспектах новой пешеходной зоны и завершить обсуждение этого вопроса. Еще одной обсуждаемой темой стало строительство детских площадок. Депутат Александр Анидалов затронул проблему жестких условий конкурса по выбору компаний-строителя. Я как технолог, хотя в строительной отрасли, я скажу, что очень тяжело переналадить оборудование, и ты перестаешь быть вообще конкурентно способным, если тебе будут выставлены условия, которые другой фирме подходят абсолютно, без всяких переналаживаний. Но я даже не об этом. У меня вопрос все-таки, либо партия Единая Россия на всех уровнях должна отказаться, может быть в этом есть логика, от системы конкурсов по отдельным вопросам, по тем вопросам, где мы не сможем обеспечить качество в рамках этого, либо выполнять это условие и признать, что в данном случае была некоторая спешка, и из-за этой спешки мы сейчас вынуждены искать лазейки. Если вы это признаете, я как депутат вполне, ну давайте вместе разберемся, и действительно, наверное, эти фирмы лучшие, наверное, действительно это единственное, но вы признаете, что в данном случае это сделано исключительно для того, чтобы перед выборами это сделать. Возмутила коммуниста и стоимость детской площадки размером в 9 миллионов рублей. По мнению депутата, в таком случае платежеспособная правящая партия могла бы решить и проблему водоканала. Законодательство очень жестко прописало установку детских площадок и спортивных площадок, и не все фирмы, как вы говорите, готовы взяться за это. Там нужно наличие лицензии и много других документов. И так получается, что только санкт-петербургская фирма, которая берет на себя эти все риски. Для нас, саратовцев, важно, чтобы было 200-500 детских площадок и в этом году, или в следующем, было в Саратове. Понимаете? И то, что санкт-петербургская фирма там делает, ну берут на себя риски. Это их вопрос. То есть, если там будет какое-то нарушение, их посадят. Но для нас важно, чтобы было 200-500 детских площадок было в Саратове. И, уважаемые коллеги, обратите на это внимание. В конце заседания депутат Антон Ищенко вернулся к вопросу совместного обсуждения важных законопроектов. Так он призвал депутатов в будущем формировать бюджет года вместе, а не выносить к принятию уже сформированные спорные законопроекты, которые нельзя править.